Здравствуйте, дорогие ребята! Начинаем наш урок русского языка. Я надеюсь, вы все заняли свои места за столами. Да-да, именно за столами, а не в креслах или на диване. Потому что даже несмотря на то, что занимаетесь вы дома, все равно нужно помнить об осанке. Она очень пригодится вам в будущем. Поэтому сижу правильно, пишу красиво. Локоточки не висят, спинка ровная. Молодцы! Теперь можно начинать наш урок. Начинаем мы его с проверки домашнего задания. Дома вы должны были выполнить упражнение 432, где с помощью приставок нужно было образовать слова видеть, думать, лить, лететь, ехать. Проверяем. Увидеть или предвидеть. Обратите внимание, ребята, а слово ненавидеть подходит? Нет, конечно. Потому что это не приставка. Будьте, пожалуйста, внимательны. Следующее слово. Придумать, перелить, вылететь и последний глагол уехать. Вы могли подобрать свои способы и свои варианты этих глаголов с другими приставками. Но думаю, что все они удачны. Еще с помощью суффикса «тель» нужно было образовать слова. Из глаголов «учить», «читать», «жить», «покупать» и «слушать» нужно было образовать существительные. Справились? Проверяем. Итак, учитель, читатель, житель, покупатель и, наконец, слушатель. Обратите внимание, ребята, один и тот же суффикс «тель» относится ко всем этим словам. И очень часто этот суффикс напоминает нам о принадлежности к профессии. Но об этом мы сегодня еще поговорим. Потому что сегодня, не буду забегать вперед, сначала давайте выполним минутку чистописания. Раз вы все сидите ровно и красиво, значит и буковки у вас будут все ровные и каллиграфически правильные. Запишите, пожалуйста, первая строчка «об», «за», «по», «на», «у», «вы», вторая строчка «еньк», «инк», «ушк», «тель». Не торопитесь, помните о правилах каллиграфии. Правильно соединяйте буквы. А заодно ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, почему я выбрала именно такой набор слов? Наверное, догадались. Конечно. Первая строчка — это приставки, а вторая, действительно, суффиксы. О них сегодня и пойдет речь на сегодняшнем нашем уроке. Потому что сегодня мы будем говорить об однокоренных словах, а также об образовании слов с помощью приставок и суффиксов. Ну что ж, вперед! Для начала давайте вспомним, что же нам известно об этих частях слова. Приставка. Да, приставка — это значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для образования новых слов. А суффикс? А суффикс — это не менее значимая часть слова, которая стоит после корня и служит для образования новых слов. Я предлагаю вам сейчас подытожить все вышесказанное и решить, что общего и чем отличается приставка от суффикса, а сделать это с помощью диаграммы Вена. Начертите, пожалуйста, две окружности с пересечением в центре. Там у нас будет общая часть этих двух понятий. И давайте решим. Приставка, суффикс. Чем же они отличаются? Да, приставка стоит перед корнем, а суффикс — после. А что у них общего? И то, и другое. Значимая часть слова и образует новые слова. Проверим. Вперед. Проведем эксперимент. Я сейчас возьму любое слово. Ну, например, «бежать» и постараюсь составить словосочетание без приставки. А вы помогите мне найти приставку по смыслу. Бежать из дома и бежать до финиша. Какая приставка подходит по смыслу в первом словосочетании? Из дома, когда мы торопимся, нам надо, наверное, скорее выбежать. Правильно. А вот до финиша предлог «до» нам подсказывает нужную приставку. Конечно, «добежать». Ну что, еще один эксперимент. Слово «прыгнуть». Прыгнуть через ведро и прыгнуть из-за угла. Ну, через ведро. Если мы не хотим, чтобы это ведро катило нас с ног до головы водой, а потом еще и ударило, лучше перепрыгнуть. Согласна. А вот из-за угла вот так резко, конечно, можно только выпрыгнуть. Ну, вот видите, как один и тот же глагол сразу меняет смысл. И помогает нам в этом маленькая приставка. Делаем вывод. Приставки меняют смысл слов. А теперь запомните, если слово, образовано при помощи приставки, то такой способ образования называется приставочный. Запомните этот способ. Переходим к следующему нашему маленькому помощнику. Дом, домишка, домик, домище. Посмотрите, ребята, один корень, разные суффиксы. И какое разное значение? Где бы вы хотели жить? В маленьком домике или в большом домище? Я думаю, ответ очевиден. У всех этих слов общая часть. Значит, они однокоренные. Но они имеют разное значение. Почему? Все потому, что у них разные суффиксы. На самом деле, ребята, суффиксы играют огромную роль в словах. Суффиксы выполняют множество различных функций и имеют огромное значение. Каждый суффикс играет свою неповторимую роль. Не верите? А я вам сейчас докажу. Суффиксы «ист», «тель», «ик», «ник», «арь» всегда говорят о принадлежности к мужскому роду. Например, «учитель», «вратарь», «путник». Суффиксы «ость», «изна», «от» указывают на принадлежность к женскому роду. Например, «грамотность», «кривизна», «краснота». Есть суффиксы «арь», «ист», «щик», которые указывают на принадлежность к профессии. Помните, мы говорили с вами об этом в начале урока. Например, «ар», «тист», «сле», «сарь», «свар», «щик» и множество других. А еще есть, ребята, суффиксы, о которых вы, конечно, говорили неоднократно у себя на уроках. Это суффиксы «ичк», «очк», «оньк», «еньк» и еще некоторые, которые мы называем уменьшительно-ласкательными. Да, они уменьшают и называют слово «ласково». «Лис», «листочки», «девонька», «лисичка» или «лисонька». Ну что, убедились, что я была права? То-то. Давайте сделаем вывод. Если слово образовано при помощи суффикса, то такой способ образования называется, правильно, суффиксальный. Итак, сегодня мы с вами узнали два способа образования слов – приставочный и суффиксальный. Молодцы, ребята! Я предлагаю вам сейчас немножечко размяться и поиграть. Для этого очень хорошо подходят анаграммы. Корень мой находится в цене. В очерке найди приставку мне. Суффикс мой в тетрадке все встречали, вся же в дневниках я и в журнале. Обратите внимание на слова, записанные в кавычках. Корень в слове «цена». Какой корень? О-черк. Выделите там приставку. Получается суффикс тетрадка. Проверяем. Корень, цен, приставка, о, суффикс, к. Вся же в дневнике я и в журнале. Отлично! Надеюсь, что сегодняшний урок всем поставит именно такую оценку. Следующая анаграмма. Корень в пути затаился. В сборе приставка живет. Суффикс, как в слове «дневник», целый же в космос проник. Итак, путь, корень, приставка, с, суффикс, ник, а вместе «да». Мы говорили об этом на уроках чтения, посвященных дню космонавтики. Искусственный спутник Земли. Молодцы! Ну что ж, и последняя анаграмма на сегодня. Корень мой находится в делах. В пожеланиях найди приставку мне. Суффикс мой в иголке вы встречали. Вся же украшаю стену в зале. Итак, корень, дел, пожелание, приставка, по, суффикс в иголке, к, украшая стену в зале, поделки. Уверена, что сейчас вы тоже делаете множество поделок, которые наверняка могут украсить не только стену в зале, но и какой-нибудь музей. Пока пусть это будет семейный музей. Ну что, мы с вами поиграли? Отлично! Теперь давайте поработаем. Запишите, пожалуйста, в тетрадях упражнение 434. Нас с вами просят прочитать, списать, вставляя пропущенные буквы. Списать вы успеете чуть позже. Не спешите. Это должно быть аккуратно и красиво. Сейчас я предлагаю вам разобрать орфограммы и определить корень, потому что тема нашего сегодняшнего урока – однокоренные слова. Итак, на огонь можно смотреть. Пишу безударный гласный О, корень, смотр. Правильно. Без конца. Наверное, это осталось у нас от наших далеких предков. Далеких. Пишу безударный гласный А. Проверочное слово. Даль. Корень. Дал. Огонь костра им казался загадочным живым существом. Казался. Проверочное слово «кажется». Пишу безударный гласный А и корень КАС. Они его приручили. Приручили, ребята. Здесь безударный гласный находится не в корне. Внимание. Это приставка. И правописание приставок мы с вами проходили. Но не будем сейчас на этом заострять внимание. И поселили в своем жилище. Поселили. Селим. Проверочное слово. И безударный гласный Е. Корень. Сел. Как приручали. И снова приставка. Диких животных. Ну, я надеюсь, что ЖЖ мы все помним. Корень. Жив. И вот в глубине лесных. Безударный гласный Е. Лес. Корень. ЧАЩ. Здесь, я надеюсь, никто ошибку не делает. ЧАЩА. И корень. ЧАЩ. Люди собирались. Корень. БИР. Да. Орфограмма, которую вы будете проходить чуть позже. Но запомните. Если вы видите суффикс А, то всегда в корне пишется И. И смотрели. Здесь легко. Проверочное слово. СМОТР. Безударный гласный О. И корень. СМОТР. На его таинственную пляску. Огонь стал могучим помощником человека. На огне варили. Безударный гласный А. Проверочное слово. ВАРИМ. И корень. ВАР. Пищу. Он отпугивал хищников. Спасал. Безударный гласный А. Спасем. Спасение. Корень. Спас от холода. Но огонь всегда таил. Таил. Проверочное слово. ТАЙНА. Безударный гласный А. ТА. Но здесь я бы хотела заострить ваше внимание, ребята. ТАИЛ происходит от глагола неопределенной формы ТАИТЬ. Где ТЬ. Суффикс неопределенной формы глагола. И глагольный суффикс. Стало быть, и здесь И это суффикс. А какой же корень? Молодцы. Корень ТА. Итак, ТАИЛ в себе и опасность. Мы справились с этим заданием. А теперь давайте обратим внимание на грамматическое задание. Огонь. Циферка 1. Фонетический разбор. Далеких. Циферка 2. Морфемный анализ или разбор по составу. И у нас еще наблюдается циферка 4 и 5. Это синтаксический и морфологический разбор. Раз уже начали мы с вами разбирать корни в словах, предлагаю вам разобрать по составу прям в тексте. Итак, слово далеких дал у нас корень. Суффикс будет йок, и их это окончание. Совершенно верно. Ну а теперь займемся фонетическим разбором. Запишите, пожалуйста, огонь. Сначала делю на слоги. Именно на слоги, ребята. Переносить слово так нельзя, конечно. Ставлю ударение. Ударение падает на второй слог. Ну а теперь действую по алгоритму. Огонь, говорим мы, и слышим звук А. Это гласный, безударный. Г. Звук Г. Звук согласный, парный, звонкий, твердый. Огонь. Буква О и звук О, потому что он под ударением. Это гласный, ударный. Н. Слышится. Н. Мягкий. Это согласный, непарный. Непарный, сонорный. Про сонорные мы знаем, что они всегда звонкие. Этот мягкий. Буква Мягкий знак звука не имеет. Подведем итоги. Букв у нас пять, звуков четыре. Гласных два, согласных два. Раз два гласных, значит два слога, и мы знаем, что второй ударный. Записали транскрипцию. Молодцы. И еще два вида разбора. Синтаксический и морфологический. Записываем. Разбираем. В синтаксическом разборе нужно определить и подчеркнуть члены предложения. Начинаем. Огонь – это подлежащее. Подчеркивается одной чертой. Что делал? Казался. Это сказуемое. Подчеркивается двумя чертами. Теперь ищу второстепенные члены предложения. Огонь чего? Костра. Это дополнение, так как отвечает на вопрос косвенных падежей. Казался кому? Им. Это дополнение. Казался каким? Загадочным. Живым. Это определение. Чем? Существом. Это дополнение. А теперь морфологический разбор. Значит, мы должны определить часть речи каждого слова. Огонь. Что? Огонь. Это существительное. Что сделал? Стал. Это глагол. Каким? Могучим. Это прилагательное. Чем? Кем? Помощником. Это существительное в творительном падеже. Кого? Чего? Человека. Это существительное в родительном падеже. Молодцы, ребята. Мы сегодня очень плодотворно поработали и сделали очень большой объем. А еще узнали много нового и интересного. Дома вам нужно будет выполнить задание на странице 185. Обратите внимание, в упражнении 436 тоже есть грамматические задания. А жители страны Морфемика благодарят вас за то, что вы были внимательны и очень хорошо отвечали на все их вопросы. Я благодарю вас за урок, ребята. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok